Коммерческая недвижимость Не побоюсь этого слова, риэлтором Таким большим риэлтором Просто купли-продажи? Ну, просто консалтингов больше как такового нет на ближайший, я думаю, минимум год Почему? Ну, просто его не существует Рынков капитала нет, ну, практически можно сказать, что тоже нет Поэтому, да, агентский бизнес, купли-продажи, сдачи в аренду Защита интересов одной или другой стороны Павел, многие консультанты сейчас предлагают, наоборот, расширяют, точнее, свои услуги, предлагая новые услуги А вы говорите о том, что это не востребовано, то есть они не нужны? По большому счету, да, действительно, консультанты предлагают много новых услуг Это и экспресс-оценка за, там, 3000 долларов, это и экспресс-консалтинг, это и, ну, не новая абсолютно услуга, которую сейчас стараются развивать Это tenant representation, это представление интересов арендатора И renegotiations в существующих контрактах, это проведение переговоров заново Это когда вы предлагаете арендатору заново договориться и изменить условия контракта, которые у него уже подписаны, по которому он уже арендует помещение Но дело в том, что половина этих услуг — это просто попытки найти какую-то работу для существующего персонала Ну, например, экспресс-оценка за 3000 долларов, она никому не нужна, просто это попытка загрузить работы тех оценщиков, которые раньше делали оценку за 300 тысяч долларов А экспресс-консалтинг тоже не пользуется спросом, насколько я знаю Павел, так почему же не нужны больше консультанты? Нет площадок, нет денег, нет новых проектов, не нужен консалтинг Он больше не нужен, сейчас он просто не нужен, потому что, но даже когда строительство каких-то объектов там начнется, да, или начинается сейчас Консалтинг — это будет первое, на чем будут экономить Несмотря на то, что, собственно, я являюсь именно консультантом, я могу сказать, что не всегда работа консультанта стоила и стоит оправданно Это действительно так, порой вам нужна, не знаю, бумага из PwC, а порой она вам просто, ну, неоправданно дорого стоит Вам проще нанять человека из PwC или подумать самому, посидеть и действительно поанализировать ситуацию Потому что в PwC, просто как пример консультантов не из недвижимости, а из более глобальных рынков, работают живые люди, которые просто анализируют информацию Они могут тратить на это свое время, умеют это делать, у них есть какой-то опыт, но это же не волшебники, они же не скажут вам ничего такого, до чего вы не можете дойти самому Хорошо, так может быть мы консультантов как класс уничтожим? Нет, наверняка, как только у вас появляется достаточно много денег и ваш бизнес становится достаточно доходным, вам проще заплатить консультанту Не делать это самому Если вы много зарабатываете, то вам проще нанять уборщицу, водителя и гувернантку, которые будут вас обслуживать И вы не будете заниматься сами тем, чтобы мыть плиту, водить машину, создают условия жизни Но если у вас проблемы с финансами, то вы просто откажетесь от услуг этих людей Вы заказываете услуги консультанты, когда у вас нет времени или желания включить самостоятельно голову и разобраться в том, что вы собираетесь делать Рынок затих, деятельность вашей компании тоже затихла? Я не могу сказать, что рынок затих, это не так, рынок изменился Сегодня... Я не совсем могу понять Все говорят, что как раз таки затих Сделки фактически не ведутся Даже те же риэлторские Например, многие риэлторы говорят о том, что если взять 100% в прошлое лето, то на сегодняшний момент рынок работает приблизительно на 50-60% в лучшем случае Разве это не затихание? Да, действительно, это так Но если вы должны кормить 400 человек, то для вас это проблема А если вы должны кормить практически то же количество людей, как и раньше, то для вас это не является большой проблемой Но как же быть тогда вот с этими проблемами привлечения инвестирования? Какой выход вы для себя сейчас нашли? У нас достаточно накоплены резервы для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность компании даже с нулевыми доходами на достаточно долгое время Что касается финансирования на рынке, что является, конечно, базой для совершения тех самых агентских сделок в том числе, особенно купли-продажи Да, проблема есть Но здесь рынки переквалифицировались немножко Они сами по себе, точнее, рынки поменялись и вслед за этим переквалифицировались и мы А как они поменялись? Ну, например, агентские сделки арендные Арендных сделок сейчас стало в разы меньше и их размер сократился просто катастрофически То есть, если раньше мы, например, год назад закрыли самую большую сделку в истории офисной недвижимости в России Это ИБС-групп на 36,5 тысяч квадратных метров Была сделка в Донстрое на Беговой и закрыли Яндекс на 18 тысяч квадратных метров То сейчас, конечно, мы не делаем таких сделок, как и все остальные Но мы нашли для себя новую опцию Отлично сдаются офисы по 100 метров Только сдаются они с совершенно другой интенсивностью И они позволяют, в общем-то, достигать результатов, ну, по крайней мере, сравнимых с прошлыми годами То есть, глобальные проекты остались в прошлом? Да, глобальных проектов больше нет Ну, я поняла, что на сегодняшний момент, как консультанты, консультанты в принципе не востребованы Тогда у меня есть другой вопрос Когда же все-таки они будут востребованы? Как только с финансированием ситуация станет немножко лучше Мы, кстати, не договорили именно про финансирование Оно видно больше не в арендных сделках, конечно, а в сделках купли-продажи Вот там действительно западного финансирования сейчас нет То российское и западное финансирование, которое осталось в небольших количествах, оно приобретает очень странные формы Если вчера ставка была тысячу долларов за метр, а окупаемость устраивала инвестора, и он готов был, там, в десять лет, он готов был купить это здание за десять тысяч долларов за метр таким образом То есть сейчас мало того, что ставка упала до пятисот долларов за метр, и ожидания инвестора увеличились до пяти лет Таким образом, он готов купить это здание за две с половиной тысячи долларов за метр, а для большинства проектов это ниже той точки выхода, за которую готовы продать Это порой ниже, чем размер кредитов, который на них висит Это порой ниже, чем себестоимость этих зданий, чтобы их просто построить Поэтому инвесторы есть, деньги есть, но ничего не продается Вы что-то можете предложить? Мы агенты, мы как раз и пытаемся коммуницировать, да, и объяснить одной и другой стороне, как сделать их ожидания ближе, чтобы эти сделки начали со стыковаться Вам уже как-то помогло это? Вы кого-то с кем-то договорились? Да, с частными инвесторами мы делаем сейчас несколько сделок по купли-продаже Это частные деньги, у них тоже были высокие ожидания У продавцов недвижимости, которую они сейчас пытаются купить, тоже были высокие ожидания Мы пытаемся сейчас свести их к какому-то разумному компромиссу А закрытые сделки у вас уже есть или еще нет? По купли-продаже в этом году еще нет, мы рядом с этим, но пока нет Дело в том, что активность началась только в феврале месяце, поэтому тот самый период сделки он еще просто не прошел А ваши западные партнеры как смотрят на эту ситуацию в России? Да никак, они все это поняли еще раньше у себя, поэтому для них ничего удивительного в этом нет Это были все мои вопросы, Павел, спасибо Спасибо вам Мы поняли, что компания отказывается от услуг посредников и начинает думать о развитии проектов сами А ваши мысли о том, хорошо это или плохо, оставляйте на нашем сайте crnews.tv.com А я с вами прощаюсь, до следующей недели, всего доброго, до свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»